Это акватория реки Волги. Берег рядом с посёлком Великий Враг в Кстовском районе. Здесь с самого утра десятки неравнодушных, засучив рукавам, наводят порядок. В поле зрения пластиковые бутылки, жестяные банки от консервов, стекло. Я за пять минут собрала. Целый мешок? Да. Не надо хоть что-то делать, тем более река у нас самая такая крупная, как раз таки в области, поэтому её нужно обязательно убирать, следить за ней. За красивый наш Кстово, за красивый берег Волги, за чистоту, чтобы все радовались и приходили, наслаждались нашей природой. Должно быть чисто. Наш великий враг должен быть чистым. Вот, например, здесь рекреационная, по сути, зона, где мы понимаем и видим, что люди, уехав, оставили за собой мусор. Мы его уберём и научим молодых ребят, которые здесь присутствуют на этой акции, то, что так делать нельзя. Но, по сути, это экопросвещение. Буквально за считанные минуты волонтёры собрали более ста мешков мусора. Но одной уборкой здесь дело не ограничивается. Сюда привезли три тысячи мальков стерляди. Вес каждой меньше трёх граммов. Вот этому мальку всего 40 с небольшим дней. Малёк стерляди. Через 5-7-8 лет она превратится в настоящую половозрелую рыбу. Вот этот малёк, он превратится в настоящую половозрелую рыбу. И сам даст потомство. Но прежде чем выпустить рыбу в реку, экологи берут пробы волжской воды с помощью вот такого анализатора. По анализу у нас показывают, здесь есть небольшое превышение по нефтепродуктам. Что это значит? Здесь незначительно идёт, поэтому да. То есть рыбы приживутся? Да. Ещё минуту и Волгу пополняют очередными новоселами. Они должны повлиять на восстановление популяции осетровых в реке. Евгений Алексеев и Василий Лысков. Время новостей. Продолжение следует...